Исраэл Ори – один из выдающихся деятелей армянского освободительного движения и дипломат, добивавшийся освобождения Армении от Персии и Османской империи. Ори родился в 1658 году в селе Сисиан области Сюник. Историческая Армения был сыном армянского мелика Исраэла, стал членом делегации из семи человек, отправленной католикосом Акопом IV в поисках зарубежной помощи для освобождения армян от иноземного гнета. Делегация при поддержке грузинского царя Георгия XI в 1678 году прибыла в Константинополь. После смерти католикоса план поиска зарубежной помощи был отброшен, но Ори решил выполнить миссию самостоятельно и посетил Венецию, Париж и Вену. Он вступил в армию Людовика XIV и вошел в контакт с высшими политическими кругами Франции, постоянно поднимая вопрос об освобождении армян, но встретил холодное безразличие. В 1695 году Ори поселился в Дюссельдорфе, где установил контакт с Иоганном Вильгельмом. Надеясь, что армянский вопрос может стать предметом рассмотрения в высших политических кругах Европы, Курфюрст дал Ори рекомендательные письма к императору Австрии и правителю Тосканы. Однако, из-за того, что Ори не мог доказать, что его заявления действительно выражают мнение большинства армян, они не были приняты во внимание. По совету Иогана, Ори отправился в Армению, чтобы получить документы, которые могли бы быть приняты к рассмотрению в Европе. В 1699 году Ори вместе с Меликом Сафразом собрал в Ангикокоте на тайную встречу 11 тюникских меликов, где было принято официальное решение обратиться за военной помощью к европейским державам. В 1700 году Ори встретился с императором Леопольдом I, который сказал ему, что для успеха такого плана ключевую роль играет поддержка России. Не добившись результата в Германии и Австрии, в 1701 году Ори отправился в Москву. Израил Ори был первым, кто разочаровался в бездействии стран Европы и решил для освобождения Восточной Армении ориентироваться на Россию. В Москве Ори встретился с Петром I, передал ему письмо 11 карабахских сюникских меликов, в котором говорилось «Не имеем иной надежды, как только на Ваше Величество, Государь». Петр пообещал оказать армянам помощь по окончании войны со Швецией. Благодаря широкой эрудиции своему интеллекту Ори привлек к себе симпатии царского двора. В документе, написанном много позднее, по поручению князя Потемкина он характеризовался как муж отличного разума и дарования. В 1704 году Ори встретился с папой Климентом XI, который обещал ему поддержку. Ори предложил России следующий план. Для освобождения Грузии и Армении нужно послать за Кавказе 25-тысячную русскую армию из 15 тысяч казаков и 10 тысяч пехотов. Казаки должны были пройти через Дарьяльское ущелье, а пехота отплыть через Каспийское море из Астрахани. На месте русские войска получили бы поддержку грузин и армян. В 1707 году Ори после всех необходимых приготовлений в ранге полковника русской армии с большим отрядом выступил в путь. Французские миссионеры в Персии попытались предотвратить прибытие Ори в Исфахан, донося шаху, что Россия хочет образование независимой Армении, а Ори хочет стать ее царем. Когда Ори прибыл в Ширван, ему пришлось ждать несколько дней дозволения войти в пределы страны. В Шемахе он повстречался с местными лидерами грузин и армян, поддержав их ориентацию на Россию. В 1709 году он прибыл из Исфахан, где вновь вел переговоры с политическими лидерами. Возвращаясь в Россию из Персии, в 1711 году Ори неожиданно умер в Астрахани. Говорят, что именно армяне больше всего копали против Исраила Ори, продажные армяне, которые воевали со своим патриотом. Дело в том, что и Россия, и русские войска много раз предавали и обманывали Исраила Ори. Человек, который хотел для Армении самого лучшего, но везде встречал предательство. Предательство окружающих армян и предательство русской армии. Отравление. За отравлением Исраила Ори стояли русские и армянские агенты. Мы продолжим рассказывать про Исраила Ори, но еще раз напомним нашим подписчикам, что необходимо читать армянскую историю. 16 век, 15 век, 10 век, 20 век. Все это очень-очень важно. Автор выпуска Роман Магдасарян. Вы смотрели и слушали независимую инфоблатформу в центре объектива. Роман Магдасарян.